Всем привет! Я тут к вам с грязной головой, все потому что это будет интересный влог, но вообще все мои влоги интересны, этот особенно. Сейчас мы будем с вами краситься. Я буду впервые краситься после первой покраски, которая была в салоне, но сейчас я решила, что будет дома. Забывая мои слова о том, что я говорила, что краситься можно только в салоне, я поговорила со множеством у девочек, ну как поговорила, не со множеством, но я слышала от многих девочек рыжих, что все краситься дома, тем более в салоне уже меня перекрасили с основного цвета в рыжий, поэтому это будет сделать легче, чем если бы я первый раз красилась из своего родного цвета в рыжий. Родной цвет у меня русый, вот, но приближенный к рыжему оттенку. Вот, и я поговорила с девушкой, со знакомой, она мне все рассказала, все в подробностях, все проконсультировала меня, за что я очень благодарна, наверное, бы я так не решилась. Вот, и сейчас будем с вами краситься, но я буду не сама краситься, а мне будет помогать моя подруга Майя. Вот, поэтому я думаю, это интересно посмотреть, может кто-то сейчас посмотрит мой влог, кто тоже хочет покраситься в рыжий или тоже краситься. В общем, оставайтесь все равно. Первое, что нам нужно будет, это переодеться, потому что я не хочу запачкать мои любимые вещи хорошие, поэтому нужно сейчас буду переодеваться в домашнюю футболку, которая мне, по сути, не жалко, поэтому вот так. Итак, сейчас показываю, извините, туалетные дела. Тут у нас одна краска Estelle Princess 44 оттенок и такая же, только 734. Далее у нас тут перчатки, как называется, Oxygen 66% и Oxygen 3%. Далее у нас получаются кисточки, специальная рябочка и перчатки. Все, сейчас буду смешивать, покажу вам. Короче, Майя сейчас смотрит видео, потому что она делает это первый раз. В принципе, я тоже этого и не делала. Что мы делаем? Сейчас нам нужно будет смешивать. Я забыла что-то не делать. Сейчас посмотрю и вернусь. На корне смешиваю один к одному оксиду и краску. Получается, у меня сейчас что, половинку этого тюбика, половинку того и оксида. Да. Ну-ка, остатком краски, двоуля, маску. Это уже потом. Да. Один. Ну, все, смотрите, к чему делаю. Ой, я стану длинкой. Ну, может, по половинке хватит. Ну, так, одному оксиду. Тут чисто, ну да, пока смешаю, еще потом заодно смешаю. Воняет реально. О, это уже, это уже все. Что там? Она про варанжевая. О, блин. Я не могу. Она еще блестит так, да. Я люблю тебя гуашью просто. Да. У меня волосы темнее, поэтому смешиваю 3,6% оксида, чтобы вышло 4. На воле светлые когтя, я думаю, хватит 3%. Так, один к одному. Сейчас, птица. Давай, давай. Полин. Да, я не могу. Она из-за оксида. В принципе, надо хоть себе ее. Красить вот этим, да? Или маленькой так же? Ну, как тебе удобно. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Ну, сейчас продолжаем. Я решила еще покрасить брови краской. Она сегодня полностью бейзимастер и будет мне щипать брови. так мешали краску для длины сейчас будем длину 20 минут уже прошло вот такая сзади сзади такой вот кулечек вот так давайте щас я же могла этой ватной палочкой ну да ну ладно уже итак вы можете уже посмотреть какой получился яркий цвет кстати брови не так сильно чуть-чуть видно но нет все равно но я побоялась дольше краску держать щас через несколько там через плазму поисшим голову я даже не расстроюсь если они будут такие яркие типа но они не должны прям такие яркие но конечно они будут ярче чем я когда покрасилась потому что я и так хотела чтоб щас был прям яркий мой вот видишь так ребят я щас буду сушить голову как видите вот тут то что на коже головы она такая яркая кажется ну щас посмотрим ток который я слышал мне очень нравится логично что это подсмоется специально сделали яркий и на корнях он еще чуть краска чтобы смывалось не так быстро как у меня после салона тогда сделали не очень яркий вот ну тадам сегодня воскресенье решила особо не снимать но посмотрите на мой цвет волос он яркий сразу потому что это специально сделано так как я знаю что щас весна солнце у меня быстро выглядят волосы и мне нужен был яркий чтобы он так тихонечко смывался не суть а я хотела вам просто показать что я щас буду принимать ванну не знаю почему вода желтая а я хотела показать что я использую для ванны я очень люблю соль для ванны вот такая она очень вкусно пахнет ну как бы расслабляет да но больше другого нет эффекта и пена для ванны но мне на нее очень нравится вот смотрите я типа достаточно много налила и совсем ее много да она быстро испаряется короче и сейчас буду использовать с вами бомбочку для ванны посмотрим короче весь день сегодня чем я занималась это учебой мне осталось два задания даже я короче снимала видеоролик рекламный ролик для предмета одного вот мне стала смонтировать и потом мы ходили вчера с Майей на выставку до того как мы красились и мне по этой выставке нужно написать рецензию все и на этот семестр мои здания закончены горжусь собой и сегодня был достаточно тяжелый день для меня поэтому я решила принять ванну это по-моему крайний влог когда я снимаю тут дома потому что скоро я улечу полечу в Уфу давайте с вами используем масочку ой энзимную пудру от маска Холик давно я ее не пользуюсь знаете что мне понравилось мне посоветовали когда я выкладывала свое умывание в другие соцсети мне посоветовали использовать тоник после всего а я об этом не знала ну потому что если жизнь так и типа в меме нормально ничего не было такого да эффект был какой-то оказывается надо по-другому давайте пенку для умывания для рожь сегодня максимально очистим наше лицо от всей грязи она очень приятно пахнет но при этом как такового эффекта от нее нет вообще а что пенка делает очищает получается мне нравится вот такой яркий цвет он сразу вы смотрите мне кажется супер еще вот с этой прической прям я кайфую исправляюсь тоник в конце тоник от тримей суперский прям рекомендую вот зеленый он прям классно увлажняет успокаивает лучше тоников я до этого не видела всегда пользовалась какой-то не очень был а этот прям топ блин я же хотела глиняную маску известно можно после тоника глиняную маску использовать сейчас посмотрю глиняная маска я показывала в прошлом влоге распаковку подарок от бренда для сухого типа кожи ну давайте попробуем просто да тут уже так много поэтому давайте бомбочку попробуем что ли у нас тоже бомбочка вот этого же бренда SomeWondery так посмотрите у нас вот такая бомбочка красивая включила вспышку чтобы лучше было видно ну вроде такая прикольная ой так быстро растворить а нет она упала или где ты а да она упала вот она ну не сильно вроде красит сейчас у меня вода не желтая а зеленая теперь будет ммм пахнет вкусно обзор на бомбочку я последний раз наверное бомбочку использовала когда была в детстве там лет 12 короче вот я нанесла маску выглядит конечно это все на фоне моих оранжевых волос посмотрим на эффект все я пошла панно всем привет я иду после лазера до метро надела свою новую бутинку ммм пахнет смотри посмотрите какая весна у нас я это буду говорить очень часто потому что я очень рада особенно потому что сегодня свет солнца мой цвет посмотрите какой он шикарный все мне супер нравится на солнце сейчас вот я выйду это вообще супер иду после лазера ммм про ботильоны мне какие бы тебя на баянии сила все ботильоны натирают с непривычки понимаю их надо разносить но я не могу мне прям тяжело я так люблю комфортные вот эти кроссовки особенно не балансы это самая комфортная обувь у меня как бы очень красивых ботильонах но они мне все натирают я не знаю что делать вот посмотрите на мой цвет и солнце мне кажется шикарно в таком слушайте доброе утро друзья у меня тут новое расхламление я не знаю как это писать то что каждую неделю мне кажется что у меня меня со стиль вкус в одежде я считаю что все мои старые вещи все мне больше не подходит они меня раздражают и я решаю их либо отдать кому-то ну обычно мы складываем в ящики кстати у нас вот вам лайфхак если у вас есть яндекс маркет пункты выдачи заказов рядом там обычно стоят ящики куда можно дать одежду на благотворительность вот либо так я отдаю либо мы продаем их на вид если вещи классного хорошего качества почему бы нет вот это это вещи все которые я сейчас отфоткала поэтому давайте отнесем их на другой склад не в нашу гардеробную а уже на балкон я просто вот оцените эту обстановку то что вот эти все вещи на продаже такие дела мне это вещи сушиться надо уже убрать сегодня убраться нужно генеральную уборку сделать потому что я скоро улетаю как я вам уже говорила и что надо я хочу убраться чтобы когда я прилечу обратно было уже все в чистоте в порядке еще не успеваю сегодня еще отнесем с вами вещи химчистку сейчас у меня будет английский потом я хочу съездить с вами вместе на шоппинг съездим почему я показываю вам как я складываю вещи я не знаю с вами съездим в бифери мне нужно померить джинсы чтобы заказать их как у вас твой ай прям класс как у вас тоньку хочу вам сказать спасибо большое что смотрите мои влоги пишите приятные комментарии мне реально очень очень приятно слушать даже у меня там пускай 2-3 комментария будет хороших я просто прыгаю от счастья спасибо вам большое что смотрите остаетесь со мной вы лучшие вот просто реально вот даете мне некую мотивацию снимать я ведь реально снимаю просто свою жизнь и мне это так доставляет удовольствие надеюсь вам тоже при просмотре моих влогов так я выгляжу сейчас английский уже будет что нам нужно постирать нам нужно постирать ближайшие вещи вот так а с веревочками интересно или нет наверно вытащить веревки все ставим стирку какие у нас сегодня будут домашние дела и сейчас мы с вами будем заниматься английским что здесь сниму наверное может вам интересно будет послушать как я разговариваю у нас есть много молодых людей да богатые люди но время этого было блокады Ленинграда итак смотрите примерочный хотела джинсы наиска и посадки вот как вам мне кажется топ то что я искала пока если живот расслабится если напрячь как вам померила взяла и S и M просто чтобы посмотреть что мне будет лучше вообще я отношу XS но мне нужно что-то посвободней поэтому вот S M прям большая там они прям спадают уже как вам напишите в комментариях короче еще померила вот такой бомбер вообще не мое и вот такой ну примерно такой же но более плотный с карманами вообще не мое не идет у меня вот такой сейчас короче не знаю что джинсы но мне нравится я прислала синюю как будто должно быть больше притык я говорю я не хочу притык мне нужно на низкой посадке он меня засомневал хотя мне нравилось все это время пока я его не спросила вот так да девочки спрашивают кого там все сейчас поеду домой заберу куртки и поеду к Майе сначала химчистку и иду и к Майе потому что химчистку возле нее так я уже в Майе тут она приготовила нам ужин мы взяли вот такие чипсы сыр на сверте с медом я их пробовала а Майе еще нет еще с сыром к нам позже придет Женя вот такой у нас ужин девочки это капец мне сейчас позвонил Сеня мы сидели спокойно с Женей с Майей вот посмотрите мы так едем и мне звонит Сеня и говорит что ну хозяин как написал ему что три этажа топят под нами и есть возможность что это что-то у нас но надеюсь что нет либо мы едем просто так либо мы едем не просто так так чипсы вкусные ели так сладко я говорю хоть какой-то треш контент на моем канале сейчас будет как круто не лучок нормальный у меня у тебя немного смешно ну зеленый пункт пойдет да я тебя вижу как у вас странно мне зеленый пункт ставим все скорейские пальчики что это не у нас протекает мне просто страшно сейчас что это что это опа реально вода да не поскользнулась еще а что тут за это 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 сверху вроде бы да пожалуйста посмотрите это сверху уже течет да вот такая вот это это реальный треш контент это вечерняя удачка у меня будет называться ролик так ну такая вот красота да сам приходит что у меня тоже нет большие споровые трапки никакая ситуация наступит ну топили соседей сверху к нам пришла женщина снизу получается топили 3-4 этажа к нам пришла женщина снизу начала предупреждать что это мы то хотя это не мы я сказала это не мы она такая а да потом пришел наш хозяин этой квартиры пришел сантехник они сейчас вот натоптали мне внимание я сегодня убиралась натоптали сейчас куда-то ушли на дальше этажи спрашивать типа кто в итоге топит вот такие пироги вот такие пироги я не знаю если бы не девочки я бы это сама здесь сейчас все убирала зацените носочки уже не все носки мокрые я в кроксах в моих тапках вот наш вечер такой спокойный был до этого момент все что не делается все к лучшему походу меня квартиры конкретно выгоняют а еще у нас прикрыли горячую воду поэтому я скорее всего буду сегодня ночевать в мае такие дела всем доброе утро мы собираемся навстречу сегодня такой лук очень понравился лук жене оценка и мой лук со вчерашнего дня все я попалим гайдом кстати да ссылочка на гайд как бы в описании вот мы идем вот туда третья листья с девочками с лалины точнее место экселент новое открылось в Петербурге переходим дорогу так я надеюсь меня слышно вот посмотрите почти такая красота вот такое меню красивое так открываем я заказала бедик сбегон я почему не могу сегодня выговорить это слово вот можете посчитать ну цены такие довольно таки приедет что-то нормально стоит что-то не очень далее и еще заказала чай потому что у меня ну как-то плохо сейчас животом болит я не рискнула заказывать какао что-то легкое еще тут я хотела выбирала еще может апельсинный фреш но тоже подумала лучше не буду раздражать свой живот и просто заказала зеленый чай вот а девочки заказали Женя деревенский край тут две картофельные вафли а Алина что-то заказала траники у нас у всех разные да и что-то там мои кофе заказали и десерты но я десерт не стала потому что мне что-то плохо вот такие дела а вот еще как тут все будет какая я сейчас заказала не забыла мою прям в реле потому что она не добавила но я даже отбуду короче если вы хотите прийти иметь в виду что интересует полная посадка данных но его придется ждать мы ждали где-то ну или 12 намечет у нас в Салтеле поэтому это есть после нас вон стоит очередь такая вот так когда появляется какое-то новое место в Питере вообще в любом городе но здесь классно красиво посмотрим как по блюдам вон 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 сегодня последний день влога и мы сейчас будем с вами собирать чувадан если я не помню говорила вам или нет что улетаю в Уфу по-моему говорила но если нет я как будто говорила что улетаю в Уфу но я вас немножко обманула моя книжечная точка будет не Уфа поэтому поэтому просто смотрите следующий влог надеюсь он будет интересным и вот это тоже интересно но тот конечно сейчас должна прийти девушка забрать посылку ну дубленку которую я продаю на ВИТО и все начну собирать потом приедет Майя поможет мне с чем-то покушаем я тут уже немножко разложила ну давайте с вами вместе платье которое кстати я заказала на Валберес но так вам и показала сейчас не буду на себе надевать в следующем влоге обязательно и решила чуть повыше сделать чтобы меня хотя бы видно было вам вот эту футболочку покупала в Турции в Томбэду обожаю ее в Вайкики покупали такой топ Зара мне ее Байер привозил так считаем образы 1 2 3 4 образа 5 6 7 как раз в принципе на этом уже могу сказать если я лечу в Дубай лечу я с сестрой кто не знает у меня есть сестра да родная младшая вот и мы там будем с родителями вот так вот поэтому я не знаю вообще как там что там по погоде как что как вот 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 мой чемодан ой сиреневый красивый новый оп все собираем сначала обувь мицеллярку и решила в такую баночку перелезть потому что это было нелогично брать большую биодерму я сейчас подумаю насчет всех больших продуктов потому что зная себя я возьму пару раз попользуюсь и все давайте соберем сначала косметичку сейчас тогда кладу мицеллярку крем вот энзимную пуду пакетик потому что боюсь что она рассыпется дезодорант сюда же далее это сыворотку на ресниц будем сюда же тут можно еще вот этот спрей положить беру с собой спонжик некоторые продукты там типа консилер гель для бровей я возьму свою ручную класть просто чтобы поправить макияж кисточка крем дальневой перед макияжем который я использую карандаш для бровей пудра ой не пудра ну да сияющая пудра типа ну как хайлайтер блеск для губ с собой вручную хотя нет сюда положу не буду же им пользоваться далее тушь от вивен с собой сережки можно взять блин такие сережки леопардовые с собой верну в принципе наверное это все и черную резинку на всякий случай все а ну и зертальце получается не знаю по месяцу или нет при этом я если по месяцу вот так закрою сейчас и оп и все отлично косметичку мы собрали вот как все это пока что выглядит не спрашивайте дольше наверное я не буду ничего брать что надо постирать у меня сейчас машина не работает в связи с последними событиями которые у меня были кстати сейчас вам покажу что у нас в итоге и слава богу когда я прошла после ночевки все было сухо получается у нас затопили соседи либо с 23 либо с 22 этажа пока так и не известно тепло вот отсюда у всех на этажах снизу так же и получается вот здесь тоже все было тепло может это от этого и осталось вот тут тоже стекло что-то осталось не знаю вот здесь все было в лужах но слава богу что сейчас все хорошо так проверяю все ли я взяла вот думаю да здесь у нас пилинг не буду брать маску взяла о масло точно чуть не забыла про него опа закрыто нет ой вот тебе и нам подождите чуть масло не забыла чуть мои волосы не остались без блеска как тебе положить то здесь ты не разольешься давайте сюда положим ну нужно лучше развернуть не дай бог вот масло что-то с ним случится то все пришла доставка сейчас будем с вами распаковывать что-то заберу что-то не заберу а что где-то все это всего лишь капец мне пришел вот такой крем из пф я очень часто слышала о нем хорошие отзывы популярный корейский бренд потом провод лайтник потому что наш для пауэрбанка был совсем тушь от Vivienne Sabo которую я все-таки полюбила в итоге чехол что-то какой из них твой это твой Длин, ну какая-то обводка. Это что? А, нет. Ой, это гель-пусси. Я так оханулась, я думала, что я заказала пусси, а мне пришло вот это. По картинке я реально думала, что там пусси, я набрала пусси, но вышло вот это. Обидно. Она вообще какая-то фигня открывается, вы знаете, как максимально дешево. Ну, попробуем. Вот так вот заказывай с Яндекс.Маркета. И чехлы выкину с Майкеша на пусси. Ой, он такой темненький. Вот разогнал. Все. Вроде бы я все собрала. Там запнущатку уложила, в духе чуть не забыла. С собой еще беру вот такой чемоданчик, но он пустой, потому что в всякий случай вдруг мне что-то нужно будет обратно везти туда, вот. Все, можно, в принципе, закрыть. Наверное. Наверное. Вот так, чтобы... Все. Следующий кадр. Мы едим пиццу. Так, у нас идеальный вечер перед вылетом. Моим кушаем. Заказали песто и жулины. Это две мои любимые пиццы в Додо. И будем сейчас смотреть вопрос ребром с Александром Зубаревым. Все. Кто сейчас не ест, не завидую. Кто ест, приятного аппетита. Вот наш чемодан. Сейчас мы еще его в чехольчик. Чехол у меня такой с котятами, поэтому я без суть. И сейчас его сделаем, чтобы не терапосим, ничего. Вот мой чехол с котятами. Сейчас буду одевать. Я буду сказать о том, что я уже в аэропорту. Вот сумочку взяла. Большой чемодан, который пустой. Потому что там ничего нет. Но мне сказали мне, что случай взять. И вдруг я что-то повезу обратно. Вот. Меня вылет через полчаса в Уфу. Все. На этом, наверное, мой влог заканчивается. Спасибо за просмотр. Оставайтесь со мной. Обязательно. И буду рада вашим лайкам, комментариям и всему такому. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.